Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцевой. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Пробный запуск прошел без сбоя. В столице региона заработали фонтаны, которые будут радовать горожан до осени. Повышенная готовность. На майских каникулах рейды по соблюдению масочного режима усилят. Под особым контролем пассажирские транспорты, дачные перевозки. Мир на земле. Памятник с таким названием может появиться в Самаре по предложению известного мецената. За сутки в Самарской области зарегистрировали 183 случаи заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших ковидом в регионе 60 тысяч 988 человек. Выйти из майских праздников без всплеска заболеваемости – такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров на заседании областного оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Как самарцы проведут 1 мая и с какими мерами предосторожности будет организован парад 9 числа, расскажем в следующем сюжете. Количество заболевших ковидом снижается крайне медленно. При этом у школьников наблюдается даже рост заболеваемости. Что касается остальных заболевших, большая их часть – свыше 40% пенсионера. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян рассказал, что во время майских праздников резервный коечный фонд будут сохранять на уровне 20%. В штатный режим работы на этой неделе переведут еще около 300 коек. Запаса лекарств в области хватит на 45 дней. Армен Бинян подчеркнул особую важность вакцинации от ковида. Все ресурсы области сейчас направлены на расширение обхвата вакцинации. Мы используем мобильные медицинские комплексы. Мы стали работать у торговых центров и на массовых спортивных мероприятиях. Две поликлиники мы перевели в круглосуточный режим работы. И надо сказать, что вечерняя вакцинация пользуется спросом. Поэтому мы расширяем этот опыт. И еще более чем в 10 учреждениях области переходим на 16-часовой режим работы. И до 24.00 будет осуществляться вакцинация во все ближайшие настоящие дни. В ближайшее время ожидается поставка еще порядка 73 тысяч доз вакцины. Министр напомнил, что чем раньше в области сформируется коллективный иммунитет, тем быстрее стабилизируется эпидемиологическая ситуация. Особенно важно привиться пожилым. Всего в области привиты более 278 тысяч жителей. Из них свыше 184 тысяч получили инъекцию второго компонента. Глава региона этими цифрами остался недоволен и распорядился нарастить темпы. Я представитель средств массовой информации спрошу. Коллеги, вам звонили кому-нибудь? Нет, Армен Сакович. Нет. Не работает. Вот мне в течение двух дней запустите масштабный обзвон населения с приглашением на вакцинацию. Сформируйте этот речевой модуль, который бы поздравлял, приглашал и в майские праздники использовал. Короткий и четкий, чтобы люди в выходные дни, если рабочие не могут найти время, в эти длинные выходные дни пришли и на вакцинацию. Участники штаба продлили действующие ограничения, в том числе обязательную самоизоляцию людей в возрасте 65+, а также запрет на нахождение несовершеннолетних в торговых и развлекательных центрах без сопровождения родителей до 10 мая. 1 мая демонстрации массовых празднований не будет, но в парках и скверах должна царить праздничная атмосфера, играть музыкой, работать фонтаны. Во время проведения парада 9 мая трибуны будут заполнены на 50%. На входе будет проводиться термометрия, соблюдаться дистанция и масочный режим. Виктория Шарая, События. Тем временем в Самарской области продолжается вакцинация против коронавируса. В первую очередь прививки делают людям старшего поколения и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. По словам медиков, пациенты процедуру переносят легко. Как проходит вакцинация в Тольяттинской больнице, расскажут наши корреспонденты. Вот этот и все доставайте. Вы у доктора были уже? Были, да? Все, присаживайтесь, сейчас разморожу и вас приглашу. Тольяттинец Михаил Клементьев пришел делать второй компонент вакцины. Говорит, первую прививку перенес легко, никаких осложнений не было. Ну, подумал-подумал, что можно. Действительно, время такое тяжелое, непонятное. Ну, решил вакцинироваться. Жить хочется, да. По словам медиков, у молодых людей после вакцинации иногда ненадолго поднимается температура, краснеет место укола. Это нормально. Что касается людей старшего поколения, то у них никаких прививочных реакций нет. Люди должны прививаться для того, чтобы не заболеть. Особенно активно должны прививаться люди из группы риска. Это 65+. Люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, гипертонической болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими. То есть тут противопоказаний нет, тут наоборот. Активная должна проводиться вакцинация населения. Прививки делают бесплатно всем желающим старше 18 лет, не имеющим противопоказаний. В регионе сейчас два кабинета в Самаре и в Тольятти работают в круглосуточном режиме. Кроме того, в праздники для удобства жителей будут работать поликлиники и передвижные прививочные пункты в общественных местах. Для создания коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцины получили около 60% населения. Виктория Шарая, События. Прошли вакцинацию и в трамвай на троллейбусном управлении Самары. Воезная бригада медиков сегодня делала прививки сотрудникам. В первую очередь процедура затронула тех, кто контактирует с пассажирами. Подробности далее. Придержусь в руках. Ольга Агафонова в ТТУ работает техником. Говорит, хотела сделать прививку от коронавируса в поликлинике, но после рабочей смены нет сил сидеть в очереди. У Ольги дети и пятеро внуков. Боялась заболеть ковидом и их заразить. Возможностью пройти вакцинацию прямо на работе на базе местного медкабинета с удовольствием воспользовалась. Сегодня на предприятии делают первый компонент вакцины. Решила сделать прививку, чтобы самой быть здоровой. У меня, во-первых, очень много внуков, дети, поэтому хочу, чтобы они тоже не болели. Я работаю с 8 до 17, поэтому сейчас мы сделаем, пойдем еще на работу. В трамвайно-троллейбусном управлении Самары уже приявились более 250 человек. Ни у кого побочных эффектов не было. Сегодня сделать прививку вызвались еще 50 желающих. В основном это те, чей рабочий график не нормирован. А главное те, кто чаще других коллег контактирует с пассажирами. Эта идея, конечно, была у нас уже в голове, потому что сотрудники работают. У нас кондуктора работают и с утра, с самого, с пяти утра до поздней ночи вторая смена работает. Сотрудники с восьми до пяти. Поэтому мы в результате продуктивных переговоров с поликлиникой спецназчасти номер шесть договорились, что они придут к нам снова на предприятие. Людям будет удобнее, прям, будем говорить так, не отходя от производства, пройти вакцинацию, которую необходимо сделать всем нашим гражданам. Лично я прошел вакцинацию уже два этапа. Вакцинация от COVID-19 проводится добровольно и бесплатно. График получения прививок составляется во всех предприятиях транспортной отрасли и направляется в районные администрации, которые взаимодействуют с медучреждениями. Люди приглашаются в прививочные кабинеты по мере возможности, как только поступают новые дозы вакцины. Перед прививкой нужно проконсультироваться с врачом. Имеются противопоказания. Записаться на вакцинацию можно также на портале госуслуг или по телефону горячей линии 122. Медики напоминают, даже тем, кто сделал оба компонента прививки, необходимо в общественных местах соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Виктория Шаре, Григорий Плешаков, События. Пока не сняли все ограничительные меры, в Самаре идут проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. Особая норма для всех участников движения в связи с пандемией действует почти год. За отказ носить маски в России предусмотрен штраф. А начиная с осени агрессивных антимасочников высаживают из салонов. В преддверии дачного сезона требования по маскам будут усилены. Детали раскроет Гульфия Сафина. До 190 новых случаев инфицирования ежедневно. Статистика заболеваемости в Самарской области по сравнению с декабрем упала почти в два раза. В том числе, как считают эксперты, благодаря вакцинации и усиленным санитарным мерам. Но расслабляться не время. Ровно год назад в ковидные госпитали поступало в 9 раз меньше больных. Поэтому требования по масочному режиму в городе остаются первостепенными. Мы предупреждаем и свой экипаж, личный состав о том, что ни вакцинация, ни теплые дни не освобождают от ношения масок, защитных средств. В любом случае, в общественных местах, в общественном транспорте, пассажиры и наш экипаж должны быть в масках. Каждую неделю в городе проходят не менее 60 рейдов по соблюдению масочного режима. Проверяют все виды транспорта без исключения. Ярых антимасочников могут не только высадить из салона, но и привлечь к административной ответственности. В рейдах участвуют сотрудники полиции. Но чаще всего обходятся замечания. Практика показывает, что маски есть у большинства пассажиров. Виноват. Но маска у вас всегда с собой? Да, с собой, да. Конечно. Когда мне говорят, я одеваю всегда. Вот только надевать маску нужно без предупреждения, напоминает в городском департаменте транспорта. Контроль усиливают, ведь приближаются майские каникулы. Впереди у нас стартуют перевозки на дачи, стартуют перевозки на кладбище. И мы хотим предупредить наших уважаемых дачников, пассажиров о том, что граждане, которые не будут в масках, они в транспорт при осуществлении этих массовых перевозок допускаться не будут. Я в деревне на полгода уезжаю, а все лето. Как говорили, что надо надевать, чтобы не заражаться. Вот и носим. Ни разу без маски не ездил. Мы так никогда не вылечить, не будем ходить. Надо соблюдать. Рейды по соблюдению масочного режима будут проходить в Самаре до полного снятия карантинных мер. Только за минувшую неделю контролеры высадили 181 пассажира, а на 23 из них составили протоколы. В общей сложности за все время проведения подобных рейдов 3130 самарцам было отказано в проезде. Всем из-за нежелания надевать маску в условиях пандемии. А количество протоколов на антимасочников перевалило за 3,5 сотни. Гульфия Сафина, Григорий Пришаков. События. В Самаре продолжается голосование за благоустройство общественных пространств по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Сделать свой выбор можно, не выходя из дома и всего в несколько кликов. Процедура максимально простая и не отнимает много времени. Каждый житель может отдать голос за один из 19 дизайн-проектов, который пришелся ему по душе. Парки, скверы, бульвары и аллеи, набравшие наибольшее количество баллов, обновят уже в 2022 году. Проголосовать можно на сайте 63.городсреда.ру или воспользоваться виджетом «Мой выбор – мое будущее» на информационных ресурсах городской и районных администраций. Глава Самары Елена Лапушкина уже приняла участие в голосовании. Между двумя совещаниями я очень хочу попробовать сама лично проголосовать на этой платформе и выбрать то пространство, которое, по моему мнению, должно быть благоустроено в 2022 году. Буквально полторы минуты и то пространство, которое я выбрала, будет учтено в голосовании. Надеюсь, что и вы, дорогие самарцы, тоже приняте самую активную часть в этом голосовании. За любимые объекты и территории могут проголосовать даже школьники. По этому случаю в 35-й школе города провели классный час, где рассказали ребятам о тех общественных пространствах, которые попали в шорт-лист рейтингового голосования. Подробнее расскажет Мэри Елчан. Данил Леонтьев ученик 10-го класса 35-й школы. Сегодня он принял участие в классном часе, который посвятили программе формирования комфортной городской среды. Школьникам рассказали, как проголосовать за любимые общественные территории, чтобы их благоустроили в следующем году. Это наш район, это то место, где мы проживаем, то место, где мы гуляем. Поэтому, безусловно, я хочу, чтобы оно было чище, оно было благоустроено. И, конечно, я хочу принять участие в голосовании, потому что я никогда не голосовал в связи с возрастом. И для меня это впервые, мне интересно. Классные часы ведут главы внутригородских районов и сотрудники администрации. С этого года порядок голосований за общественные пространства изменился. Сделать выбор могут те, кому уже есть 14 лет. Им, как молодежи, жить в этих благоустроенных дворах, благоустроенных скверах. Поэтому мы хотим, чтобы они все знали, конечно. Я думаю, что они примут активное участие, поскольку все-таки молодежь у нас очень активная, продвинутая. В Советском районе две территории, которые попали в шорт-лист рейтингового голосования. Это общественное пространство на пересечении улиц Авроры и Гагарина и сквер экономистов. Он находится в шаговой доступности от 35-й школы. Хорошее, нужное, важное пространство нужно привести в порядок. Мы планируем проводить уроки физкультуры. Планируем проводить свободное время. Ребятам очень интересно это место. Для того, чтобы выбрать территорию для благоустройства, необходимо зайти на платформу 63.городсреда.ру и отдать свой голос. Сделать это можно с 26 апреля по 30 мая этого года. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. В Самаре продолжается ежегодный месячник по благоустройству. Сегодня на утреннем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы Самары Владимир Василенко наметил основные задачи, которые стоят перед городскими службами благоустройства и коммунальщиками в преддверии майских праздников. О ключевых тезисах расскажут наши корреспонденты. Последняя неделя месячника по благоустройству. Темпы работы не снижаются и после проведения общегородского субботника. Уже к первому мая Самара должна приобрести обновленный вид. Службы, занимающиеся убранством городских территорий, работают без выходных. Майские каникулы не станут исключением. Особое внимание на общегородском совещании попросили уделить фасадом зданий с граффити. Приведение в порядок пешеходных ограждений, бордюров и других элементов уличной дорожной сети. Начиная с 1 апреля в городе прошли 3 средника и 4 субботника. Оставки мусора, собранного в это время с придомовых территорий, обязаны выводить. К твердым коммунальным отходам такой мусор не относится и складировать его на контейнерные площадки не стоит. Об этом и о том, что основные работы по благоустройству Самары, намеченные на период месячника, уже пора подводить к завершению, сегодня напомнил коммунальным службам первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. 30 числа у вас время сделать и газон, и установить поребрику, и проасфальтировать, и все остальное. Пожалуйста, еще раз подчеркиваю, все повреждения, в том числе и вскрытие, поэтому я прошу вот эту работу организовать. Вице-мэр также напомнил, что приближающиеся майские праздники не повод терять бдительность. Установлен особый противопожарный режим. И чтобы избежать лесных пожаров, разведение любых открытых костров в Самаре и пригороде запрещено. Мария Левина, Гульфия Сафина, Василий Калдашов. События. Пробный запуск прошел без сбоя. Уже 1 мая городские фонтаны будут радовать жителей и гостей Самары. Проверить готовность и дать старт сезону фонтанов приехала глава Самары Елена Лапушкина. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Генеральная репетиция летнего настроения. Так в народе назвали пробный запуск городских фонтанов. Проверить готовность и дать старт сезону фонтанов приехала глава Самары Елена Лапушкина. Пробный запуск фонтанов состоялся без сбоев. Проверили сейчас 30-летие победы фонтанов. Вот здесь на ЦСКА ВВС фонтаны. Сегодня мы тестируем абсолютно все фонтаны. И 1 мая в праздничный день с 9 утра наши фонтаны начнут работать уже в летнем режиме. Радуемся и ждем. Встречаем весну. Город как никогда готовится к празднику. Все его ждут. Тем более 10 дней выходных. Всем добра. Обязательно ждем. Ждем, конечно. Сразу придем, приведем друзей. Да, посмотрим. Будем смотреть на фонтан. Все городские фонтаны перезимовали нормально и пусконаладочную апробацию прошли без сбоев. Расконсервация. В течение зимы идет ремонт насосов, электродвигателей, электрооборудования. Ну и также светильников. И по началу сезона, весеннего сезона устанавливаем все на место, ревизируем насосы, прессуем трубопроводы, также ремонтируем запорную арматуру. С этого сезона радовать горожан будут и два новых фонтана по улице Авроры и в сквере Речников. Ольга Павла, Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. Газификация отдаленных поселков региона, вопросы благоустройства, защиты прав граждан дошкольного и среднего образовательного процесса – эти темы обсуждал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн на личном приеме граждан. С чем обращались самарцы и какие решения были предложены, расскажет Андрей Горгуленко. Руководители самарских частных детских садов обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. Причиной обращения стало действующее постановление о субсидиях для дошкольных учреждений, принятое 9 лет назад. Согласно документу, частные детские сады получают бюджетные средства на оказание образовательных услуг и на присмотр за детьми. При этом по постановлению частные сады не могут брать плату с родителей за дополнительные образовательные услуги, из-за чего такие действия стали рассматривать как мошенничество. Изменения этого постановления начали прорабатывать в городском департаменте образования, где создана рабочая группа. Мы прекрасно понимаем, что с тех времен, когда было принято данное постановление, прошло достаточно много времени. Даже с учетом принятия последней редакции, последние изменения вносились в 2017 году. Мы прекрасно понимаем, что прошлый год подарил нам такой вызов, как коронавирусная инфекция, в связи с чем экономика поменялась. Мы понимаем, что изменения уже назрели и необходимы. Александр Хинштейн пообещал проработать вопрос с правоохранительными органами и обсудить изменения этого постановления с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и главой Самары Еленой Лапушкиной. С мэром депутат проговорит и место установки нового памятника в городе. Такую идею на приеме высказал директор оперного театра Сергей Филиппов. Он рассказал, что меценат Вячеслав Заренков за свои деньги хочет установить в Самаре скульптуру «Мир на земле». Композиция пропагандирует идеи добра и семейных ценностей. Конечно, здесь слово за специалистами, за архитектурой городской, которая должна предложить варианты, когда эта скульптурная композиция будет максимально органична, когда она не потеряется, а наоборот только украсив город. Еще одной важной темой приема стала газификация населенных пунктов региона. Поселки Зелененький и Молдогвардейский в Волжском районе будут внесены в инвестиционную программу, которая реализовывается до 2024 года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. Впереди вас ждут новости экономики. В студии Виктория Шарая. Виктория, вам слово. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Как будет оплачиваться труд работников с 4 по 7 мая в дни между праздниками, которые президент объявил выходными? Оплата будет производиться в обычном размере. Более развернуто поясню сразу после курса валют. Курс доллара на 28 апреля 74 рубля 95 копеек. Евро 90 рублей 46 копеек. Нефть марки Бренд торгуется на отметке 65 долларов 44 цента за баррель. В Министерстве труда и соцзащиты России разъяснили, что оплата труда с 4 по 7 мая должна производиться в обычном, а не в повышенном размере. При этом работодатель по своей инициативе может установить повышенную оплату. Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте Министерства. Там отмечается, что наличие в мае нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работника. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в период с 4 по 7 мая работодатели самостоятельно в соответствии с указом определяют численности состав работников, необходимых для обеспечения функционирования организации и предприятий. В Госдуме назвали причины, по которым подготовлен проект об упразднении потребительской корзины и объяснили результаты в случае его одобрения. Ранее сообщалось о таком документе, подготовленном Минтруда. В декабре прошлого года был принят законом о новой методике расчетом род и прожиточного минимума. Эти показатели будут считаться, исходя из медианного дохода, а не потребительской корзины, как было раньше. Потребительская корзина использовалась в России для ежеквартального расчета прожиточного минимума, но Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации отменило понятие потребительская корзина. Ведомство также предложило упразднить ежеквартальное установление величины прожиточного минимума. Проекты приказов уже подписали глава Минтруда Антон Котяков и руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Аналитики назвали сферы, в которых рост средних зарплат оказался наибольшим за время пандемии коронавируса. На лидирующей позиции находится здравоохранение. В этой области зарплаты увеличились почти на 15%. Следом расположилась сфера IT-технологий, где зафиксирован рост зарплат на 13,5%. Третью строчку в рейтинге заняло сельское хозяйство, в котором стали платить больше почти на 8%. Зафиксированы рост зарплаты в сфере финансов и страхования. Стали больше получать и те, кто работает в логистике, строительстве, образовании, торговле, добыче полезных ископаемых. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. Самара не только туристический, но и музейный центр по Волжье. Такое заявление сделала гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, оценивая реставрацию фабрики, кухни и благоустройство прилегающих территорий. Некоторые из них были благоустроены в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Какие изменения ждут город в ближайшее время и когда самарцам ждать первых выставок, расскажет Ольга Хомракулова. В сентябре завершится реставрация в фабрике кухни, а уже в середине 2022 года в Самарской Третьяковке пройдут первые выставки. Таким образом город автоматически станет главным музейным центром по Волжье. Об этом рассказала на пресс-конференции ТАСС гендиректор музея Зельфира Трегулова. И когда ты приезжаешь в Самару, теперь я это делаю часто и с огромным, честно, с огромным удовольствием. Каждый раз видишь, как оно действительно, как Феникс возрождается. Особенная задача приспособления здания эпохи конструктивизма, концепции современного музея. Это очень сложная задача, и здесь мы опираемся в том числе и на креативность самарских архитекторов, с которыми мы очень тесно работаем. А Самары не подкачает. Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что открытие первого в стране филиала Третьяковской галереи – это приоритетный для областного правительства проект. Есть еще и личный фактор. Как для коренного самарца губернатору ценно, что в городе появится филиал знаменитой Третьяковки. В России этот эксперимент такого масштаба, пожалуй, произойдет впервые. Безусловно, это грандиозное событие для всего региона, которое задает новую планку не только Самаре, но и, пожалуй, всем российским регионам по тому, какими могут быть музеи в городах. Причем это не первый совместный проект. За два с половиной года сотрудничества с Третьяковской галереей реализованы такие проекты, как скульптурная экспозиция Анны Голубкиной в музее Модерна и выставка передовой отряд в местном художественном музее. Не подвело и расположение. Фабрика кухни находится в городском пространстве, где раньше были разбиты парки. Сейчас это все восстанавливается силами администрации Самары. Здесь будет развернут современный парк с элементами промышленной архитектуры и восстановлен сквир памяти борцов революции. Но это еще не все. 19 значимых городских пространств могут благоустроить по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Ольга Хомракулова, События. На этом наш выпуск завершен. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok